11 ноября день анастасии анастасия жила в третьем веке на территории рима родилась она зажиточной семье но осиротела в три года на воспитание ее взяла христианская женская община который руководила старица софия 20 лет анастасия была необыкновенно красиво об этом узнал градоначальник проу который попытался сделать все чтобы проповедница отказалась от своей веры потерпев поражение он подверг девушку лютым мучением обнажению а затем ей отсекли голову народе этот день прозвали днем анастасии овечницы и авраами овчара сегодня полагалось стричь овец а утром отправлялись в церковь чтобы помолиться анастасии которую считали покровительницей и заступницей овчаров овчаров и пастухов сегодня угощали различными кушаниями из овечьей шерсти пряли нитки из которых вязали теплые одежды на зиму детям сегодня загадывали различные загадки касающиеся овец преподобный авраами жил на руси в одиннадцатом веке в ростовских землях он поставил на озере нера хижину в которой жил в этих местах жила племя язычников которая поклонялась богу велесу в его честь стоял огромный идол авраами желал его разрушить но не знал как это сделать однажды преподобный увидел дивного старца который сказал что с помощью иоанна богослова ты разрушишь его некий отшельник дал ему трость ударив этой тростью авраами сокрушил изваяние идола на освободившемся месте поставили храм посвященный иоанну богослову приметы перед стрижкой овец важно вложить клок овечьей шерсти в ножницы чтобы этим задобрить духов если провести этот день в своей семье то она будет дружной и крепкой если же проведешь этот день в незнакомой компании это к ссоре сегодня нельзя оставлять ребенка одного это к неприятностям если женщина сегодня наденет коралловые бусы она будет счастливой если повесить их на видное место то защитит от злых духов возникновение в время продолжительных туманов к оттепели